Привет всем, кто следит за влогом по снижению веса и нашей героиней Аней, вес которой был почти 139 кг. Сегодня шестая серия, из которой вы узнаете, как Аня справляется с семейными проблемами во время снижения веса. Как она перестроила отдых, чтобы ее не совращали неправильные пищевые привычки. Как ей дается активность, ведь прошло уже 7 недель от начала нашей работы. А в следующем отдельном видео я дам рекомендации по кардиотренировкам для новичков в спорте и для тех, у кого большой вес. Искренне надеюсь, что опыт Ани поможет вам решить проблемы с лишним весом и разрушит все препятствия к восстановлению нормального веса и здоровья. Сразу скажу, что наша идея на тренировке взять у Ани интервью провалилась с треском. Мы шли по неровной местности, то в гору, то с горы. Перед нами шел оператор, на Ане был проводной микрофон. Поэтому во время интервью не стоит обращать внимание на технику Аниной ходьбы. По сути, она просто шла без нужной техники скандинавской ходьбы. Суть этого интервью в другом. Мы поговорим о срыве, о ее состоянии, о разнице ее опыта похудения в разные периоды. Поэтому, надеюсь, вы простите нам ошибки данной тренировки и возьмете только самое полезное из интервью. Поехали! Аня, как давно ты занимаешься вообще скандинавской ходьбой? Не так давно. До вот этого снижения веса? Я пробовала немного, но так как я говорю, были маленькие дети, с этим тоже было не все просто. Не было столько времени уделить именно вот скандинавской ходьбе, хотя про нее очень слышала много всего. И как она помогает лучше, чем даже для некоторых, лучше, чем бег. С особенностью с людьми с большим весом, как вот у меня и больше. То есть нагрузка должна быть такая, сам выбираешь темп, и можешь его наращивать так же и километры. Слушай, а ты вообще любым другим спортом занималась раньше? Честно сказать, прям так нет. Ну, единственное, что когда я худела по другой системе, да, там я занималась дома. Это был Валкинг с Лесли, да, Лесли Сансон. И мне с ней было очень комфортно, она такая энергичная, она очень располагает к себе, хоть и все на английском, но это было, ну, прям ритм ловишь. И сколько ты хочешь, выбираешь любое видео, ходишь с ней. Кстати, я вот тут недавно снова с ней ходила, потому что не было возможности выйти из дома. И я хочу сказать, что если вот у людей есть какие-то причины не выйти из дома и не увидеть всю красоту природы, да, и не позаниматься, например, бегом или ходьбой, то можно внедрить в себе вот такие вот уроки, если, или другое что-то для себя выбрать. Да. Смотри, у тебя, получается, был большой такой пережив в тренировках, и потом ты начала заниматься, когда мы с тобой начали снижать вес. Да, да. А, и как этот первый раз прошел? Как прошел твой первый раз? С ходьбой, я считаю, очень хорошо прошел. Ну, во-первых, это, я никого с собой не взяла, естественно, я пошла сама, потому что мне так было проще каким-то мыслям прийти, да, настроить себя на нужный лад, вот, потому что это очень помогает отвлечься, да, сейчас выбираю русские слова, чтобы мне правильно выразить свои эмоции. Отвлечься от быта, увидеть что-то новое, поговорить само собой, да, настрой поймать снова, потому что бывает так, что на двух-трех неделях после того, как ты начинаешь худеть, мотивация падает. Вот это вот я часто слышу от девочек, и у меня у самой немножко так прям вот было, в момент, думаю, мне надо поп поднимать и идти. И там ты ловишь свою волну, да, свое состояние на улице, да, когда ты уже не дома, и ты тренируешься, да, как идешь, разговариваешь, и приносишь себе пользу. Если ты еще цель ставишь себе, например, самое лучшее, это 10 тысяч шагов, да, и поэтому оно приносит результат и голове, и телу, поэтому у меня было кайфовое состояние, я пришла прям такая воодушевленная, когда еще на программе, которая у меня в телефоне, да, я увидела эти 10 тысяч шагов, даже было больше, я прям кайфанула, думаю, вообще круто. Чувство победителя. Чувство победителя, конечно. Сразу дофамин поднялся, да, сразу настроение, чувство удовольствия, такое чувство, я молодец. Да, я была прям с собой горда. И это сохранило это ощущение в себе, да, прям села, поймала это, сказала, блин, Ань, ты молодец, давай дальше, дальше, да, вот там хотя бы 2-3 раза в неделю выходить. Ну, потому что бывает так, что со временем реально не все совпадает, да, то, что и детки маленькие какие-то, еще есть и работа, и термины, и все такое, да, поэтому... Правда, скажу, что Аня ходит гораздо активнее, чем сейчас, просто так, как мы записываем сейчас интервью. Да. Мы не можем идти так быстро, как нужно, поддерживая нужный пульс, поэтому мы идем, так, прогулочным шагом, потом мы после видео свое находим. Обязательно. Так, у меня еще такой вопрос, сколько на сегодняшний день ты ходишь по времени и по расстоянию, если ты знаешь. Знаешь, это по-разному, там мне надо прям программу посмотреть, хорошо, что в этой программе вот может каждый человек скачать себе на телефон. Это обычный шагомер? Шагомер, да. Или часы, например, ну, часы я, правда, я потеряла, и теперь вот только на телефоне, телефон у меня вот здесь в кармане с собой, то есть он сейчас уже работает, он считает, что мы ходим, и там бывало и, ну, просто программку надо посмотреть, я тебе сфоткаю, потом, ну, много, и 15 тысяч шагов было, ну, это я не знаю, сколько километров, как-то. 10 тысяч шагов, это примерно 8 километров. 7 где-то, да, 8, вот, да. И было, ну, и 10 было, и 8 было, ну, и 8 я тоже рада, как бы, потому как все равно в течение дня ты ходишь и нахаживаешь эти 10 тысяч. Ну, и вот, если чисто тренироваться, то получается тоже классно, если 10 тысяч на тренировки сделал. Каждый день получается заниматься? Нет, нет, не каждый день. И сколько примерно раз в неделю? А, 3, 3, да, 3 точно бывает. Я стараюсь 3 держать, вот, чтобы 3 раза точно было. В целом этого достаточно для того, чтобы снижать вес, восстанавливать чувствительность клеток, инсулину, этого вполне достаточно, особенно вот на начальных этапах. Что физически испытывала сначала, вот через день-два, было ли у тебя крепатура, какое-то, да, неприятное ощущение в мышцах или, наоборот, приятное ощущение? Ты знаешь, сейчас скажу, после первого раза у меня случилось, так как я купила новую обувь, у меня случились мозоли на ногах. Я так, конечно, было немножко вот сокращение мышц, да, но опять же, это нормально, тогда нужно дальше тренироваться, и все проходит. Ну, как бы мы все взрослые люди и знаем, что это такое бывает, вот. Ну, второй раз, когда я пошла, это уже было через 2 дня, я заклеила все, что можно было, одела другую обувь, честно признаться, тоже, ну, в которой можно было ходить, заниматься. И хорошо так же отходила, как мозоли зажили, я снова в бой, да, то есть это вот буквально там за 7 дней я 3 раза сходила, да. Ну, это нужно понимать, логично, что если ты только начинаешь ходить, не нужно прям сразу там 20 тысяч шагов сделать, да, ну, выбирать так вот по нарастающей темпу. Согласна. Ну, и там, мне кажется, еще такая речушка идет, вообще у них классно. Да, маленькая, ага. С чем начала у тебя ассоциироваться ходьба или твоя тренировка сейчас? Какие у тебя ассоциации? Ты идешь попотеть, сожечь калории, вот, куда ты идешь? Сжечь калории, попотеть, наверное, тут же. А еще какие ассоциации? Ну, знаешь, больше, наверное, разобраться со своей головой, настроиться, замотивироваться в себя еще больше, дать пример другим людям тоже это, потому что если сидеть и ничего не делать, оно ничего не будет двигаться, это логично. То есть у тебя очень получается ходьба, это как свидание с собой. Вот, это прям классно ты сказала. Считается на себе, да, оторваться от внешнего мира и просто вот остановиться со своими мыслями. Вот именно это я и хотела сказать, свидание с сама собой, с Анечкой, со своей любимой, да, потому что действительно я себя начинаю любить, принимать, работать над собой, то, что я не могла себе как-то вот позволить раньше. Ага. Закрывала себя в какой-то дальний угол, не до тебя, не до тебя, не до тебя. А сейчас вот я ее выпустила наружу. Так, все, пойдем. Пойдем, да. Я обещала, погуляем, идем гулять. Да, так вот правда и работает. И честно сказать, это важно разговаривать само с собой. Можно, конечно, если скучно взять, если у тебя все в порядке, как говорится, в голове, да, там взять с собой подружку, идти болтать о чем-то, почему бы и нет. Но мне сейчас вот по кайфу быть одной, ходить одной и... Ну да, когда у тебя трое детей, когда у тебя достаточно шумная вообще жизнь, то хочется уединяться. Люди, которые, наоборот, живут более спокойно, уединенные, им как раз хочется расслабляться в более шумности. То есть можно найти для себя самый комфортный вариант. Что сейчас главным образом мешает или даже может отменить запланированную прогулку? Ну, это какие-то семейные дела, там, неотложные, да, там, я... Работа также, да, может отвлечь от этого, там, вызвали на работу, надо идти. Прям вот если какие-то срочные случаи. Или, например, там, ну вот было и так, что дети, мамочка, вот надо вот это вот, давай это вместе сделаем. Ну, будешь, ну ладно, пойду вечером. А вечером уже просто потом теканет сил. Ну, или бывают какие-то боли, боли, ну, по-женски, ты знаешь, да, вот, поэтому тут последнее время тренировки пропускала, что были очень сильные боли. По здоровью. Вот, а так, в принципе... Чаще ходишь утром или вечером? Ты знаешь, мне больше понравилось рано утром и вечером, вот поздно вечером. Прям вот кайфануло перед сном, а утром я просто на весь день зарядилась. То есть вот эти вот два времени классных. Обед мне не понравился, потому что ты приходишь очень уже уставший. А от солнца, то, что вот сейчас слишком жарко было, и это уже не такой кайф было. Вот утром, да, такой прям заряд был классный. Знаешь, мне очень понравилось, я еще очень тесно общаюсь с моей коллегой, она тоже по утрам бегает. И она говорит о том, что вот утром, если не побежишь, вот знаешь, просто поленишься, там подумаешь, ну, вечером. А вечером начинается диалог внутри. Да. Знаешь, такой, блин, устала, ну, не время, не занят, короче, и все. Вот я вот точно знаю, утром, если я не побежала, потом прям это время очень тяжело вырвать у себя. Поэтому, естественно, время прям утром самое классное. Ты знаешь, вот вечер, он почему-то для меня тоже, как считается, хорошим временем. Я вот все, что за весь день накопила эмоционально, да, ну, представляешь, да, сломать, дети, там, термины, работа, как-то оно все вот рассеивается. Я просто ложусь спокойнее спать. Для тебя это... Вот, прям, да, я, потому что успокаиваюсь, мне лес очень хорошо прям вот дает. Так что, если у кого-то рядом есть леса, ходите, больше видите, смотрите, да, просто... Это просто любимая улица. На самом деле это так и работает, потому что, когда у нас стресс, он может быть любой, да, ты говоришь, там, дети, тут у тебя постоянно ты куда-то спешишь, опаздываешь, у тебя от стресса мышцы сжимаются, да, и у тебя получается вот этот стресс, он как не реализовался. Мышцы приготовились к чему-то, бороться, убегать, а вот этого не произошло. И поэтому, когда ты идешь на тренировку, у тебя, собственно, мышцы получают то, к чему они готовились. Они поработали, расслабились, все, ты приходишь домой и такая стресса как не было. Я когда работала в фитнес-клубе, у нас приходили женщины многие вечером прям с работы на тренировку и потом домой. Они приходили такие, знаешь, прям злые, когда ты тоже вот это Киев, маршрутки, куча работы, куча людей вот это. Они такие приходят, знаешь, прям на ресепшене, вот такие, добрый вечер. Потом она выходит с тренировки такая расслабленная. Все, уже никакого стресса, релакса, она такая вся пошла счастливая, довольная к мужу. Ну вот видишь, как это влияет. Ты видела этих людей, я на себе это попробовала. То есть, ну, это реально вот нужно для этого уделять себе время. Не лениться, хотя бы сказать, давай там сегодня не 10 тысяч шагов, пусть сегодня будет 5 тысяч шагов. Ну, выйти и вытащить свою попу на улицу, да. Да, минимум, 100% максимум. Да. Мы можем хотя бы на минимум. Какие изменения сейчас в твоей жизни ты связываешь с появлением, ну, вот скандинавской ходьбы? Может, стало легче что-то делаться? Вот именно какие-то физические, эмоциональные изменения какие-то чувствуешь? Ну, ты уже сказала, что, да, ты снимаешь таким образом стресс. Да, я снимаю таким образом стресс и налаживаю гармонию сама с собой, да. Могу даже, так сказать, я медитирую в этом. Вот в этот момент я прям вот максимально концентрируюсь на себе, на своих мыслях, на каких-то проблемах, которые мне нужно обмозговать. Да, и это реально вот, это реально работает. А физически есть изменения какие-то? Я худею. Это точно. Я худею. Ну, то, что у меня уже нет отеков, я уже говорила, да, еще с первой недели у меня ушли вот эти вот бочки ноги и глаза отекшие. Здесь я могу сказать, что отеков нет и не появляются они. Это прям вообще я уже забываю, как это было. Прям меня это очень радует. Тренировка силы дает или забирает? Смотря, сколько я нахожу. Ну, вот если я тогда маханула, это было 15 тысяч шагов, для меня это было прям, вот я пришла, я прям устала конкретно, что мне нужно было полежать, посидеть просто, вот, да, как-то расслабиться. А так, в принципе, нет, я и дальше, если это утро, я и дальше хожу и все делаю, то есть, ну, нормально. Уже нет таких у меня сокращений мышц, как вот раньше были, потому что я уже привыкшая, да, к тому, что я хожу. Ну да, какая разница между этим похудением и прошлым, вот что по-другому у тебя? Да, вообще все, наверное, правда, и, ну, давай так, с того, что и рецепты другие, да, то есть, и... То есть у тебя другое питание. У меня другое питание, да. Тогда я напомню, что тогда можно было все утром. Утро можно было все, не задумываясь, да, ты можешь кушать, ну, конечно, рекомендации были к тому, что, ну, все-таки должен быть более здоровый завтрак, да, но, опять же, если ты вечером оставила на утро тортик, ты его имеешь право скушать. Да, но сейчас у нас нет тортика. У нас нет тортика, но у нас есть очень вкусные десерты, да, поэтому, знаешь, я тут сильно не страдаю. Сначала, когда я тоже боялась, как бы, начинать программу, не то, что боялась, сомневалась, да, смогу, не смогу, потому что какие у нас радости, да, вот из прошлой жизни. Это вот какие-то сладости, какие-то, я не знаю, ну, и алкоголь, и сладости, да, то, что ты себя можешь этим баловать. Оказывается, тут... А как сейчас у тебя с радостями? С радостями? С сладким я знаю как. Вот, а там, кстати, был вопрос, сегодня мои подписчики спрашивали, сейчас тебе скажу даже, ты говорила, что раньше расслаблялась алкоголем, как сейчас? Я научилась заменять это состояние другими какими-то приемами, например... То есть источники расслабления поменялись? Да, да, поменялись, буквально не так давно сидели с друзьями, все выпивали, я себе так же наливала в бокал красиво, намешивала. Все спрашивали, что ты пьешь, что я пью? А я пью такую водичку со вкусом и с ягодками, и это очень было вкусно, причем меня поддерживали мои дети, я им тоже такой коктейльчик наливала. И знаешь, в общении потом просто, ну, как сказать, ну, я себя ловлю на том, что, а зачем мне раньше это надо было? Да, вот прям вот так вот, прям, ну, выпивая, там, и бутылка уходила, и если засиживались, и две выходила бутылки. Поэтому, еще вот вечером, если, как у меня бывало так, вечером детки спать легли, я там могла себе бокальчик вина налить, сидеть, смотреть телевизор, расслабиться, да. На какое-то время я убрала телевизор, убрала эти сериалы, убрала, как сказать тебе, дабы себя не провоцировать на этот бокал вина. Потому что они были связаны. Они связаны были, поэтому мне пришлось их... То есть это был такой ритуал, когда ты садишься, включаешь там сериал, телевизор, берешь какой-то перекус, берешь бокал вина. Да, да. Это все было сильно связано вместе. Да, и я знаю, тысячи таких, как я, садились, и так вот вечером, вечером расслаблялись с бокалом вина, кто-то что-то другой себе, может, намешивал, не знаю. Но это был ритуал, поэтому на благо себе я убрала это, потому что я понимала, что если я сейчас сяду, меня будет сильно тянуть, и мне придется бороться с этим. Я просто взяла, например, телефон, пошла, пораньше легла, и какие-то там уроки смотрела, какие-то видео смотрела по деткам, мне надо было где-то что-то подучиться. Просто себя отвлекла. Все, раз, два, три. Главное понимать, для чего ты это делаешь. Ты делаешь это для себя. Ну вот у меня в моем случае именно так. Я делаю это для себя, для своего преображения, для своего здоровья. Все. И это оно потом просто уходит, эта привычка потихонечку. В каком похудении тебе было комфортнее? Вот тогда или сейчас? Прям комфортнее. Я не знаю. Прям так сказать, что там было что? Там я была не такая, как сказать, у меня не было поддержки такой, как сейчас. И поэтому оно было такое бесконтрольное. И ты знаешь, сравнить с тем, что вот мы пришли в школу, зашли в класс, потому что тоже у нас был набор, у нас была группа, мы пришли в школу, зашли в класс, а учителя нет. Вот не пришел. И вот день не пришел, два не пришел. Вроде мы все знаем, а учителя нет. И как-то так вот было так, что мы переписывались, конечно же, да, когда на марафон я пришла, тогда мы переписывались тоже с учителем. Но этого не хватало. Вот. Как-то, вот правда, класс был большой, а... То есть сейчас, получается, сопровождение есть, это дает некий контроль. Может быть, даже в каких-то моментах дискомфорт, потому что ты не можешь себе дать... Ну, расслабить себя тогда... Но с другой стороны, это хорошо, потому что учитель есть. Учитель есть, и ты можешь всегда к нему обратиться, да. Обратиться с вопросом. Если даже не всегда обратиться, то в видео, которое есть у тебя, там есть ответы. И... Да, в уроках. Да, в уроках. То есть все это можно. А для тебя сопровождение это как? Это какой учитель? Вот сопровождение, представь. То есть ты вот с учителем. Это какой? Вот что это такое? Что это такое? Я немножко так... Смотри, это, допустим, учитель, которого ты боишься. Вот у вас был такой учитель, которого ты боишься. Например, у нас был в школе. Наш директор, Яков Александрович. Очень хороший, очень хороший учитель, очень крутой директор, но мы его боялись как огня. И ты каждый раз идешь на географию, у тебя руки трясутся с перефугу просто. Выучил, не выучил, неважно. То есть это какой учитель? Или это учитель, который тебе все разрешает. У нас такой тоже был учитель. Мы могли, что хотели, делали на уроке. Вот. Или это учитель другой какой-то. Вот для тебя это сопровождение, это что? Вот что ты чувствуешь в этом? Ну, поддержку в первую очередь, да. Это, наверное, не прям такой строгий учитель. Это вот, с которым ты можешь сказать на одной волне, да. Но ты учишься. То есть ты черпаешь знания и в пользу себе, как в любом случае это в пользу себе. И, не знаю, такой прям какая-то идет ответственность не подвести. Ну, опять же, мы же все люди разные, я про себя именно хочу сказать, что у меня прям ответственность очень большая. Я стараюсь себе не позволять того, о чем я буду жалеть. Но если вдруг это случилось, но это не катастрофа, да. То есть ты меня... То есть если ты добавку не сделала, ты можешь спокойно прийти на урок и знаешь, что тебе не влетит. Но это уже будет внутренний диалог с собой больше. Но мне не влетит, нет. Ну, по крайней мере, еще не влетала. Ну, смотри, вот представь, что ты два месяца, да, мы с тобой уже работаем практически два месяца, а ты сама бы снижала вес. Вот просто по программе питания. А как ты думаешь, какой был бы результат? Вот справилась бы ты сама или нет? Потому что... Почему я задаю этот вопрос? Потому что у тебя мотивация была очень сильная. Бывает, и это не редкие истории, когда у людей такая сильная мотивация, что они реально на ней прям могут идти сами. Но есть те, кто загорелись и быстро сдулись, например, при обстоятельствах каких-то. Как у тебя? Вот если бы и ты была вопросом с программой питания. Ну, так как у меня большая мотивация, надо было просто мне больше, наверное, уделить времени на изучение. Ну, хотя я так и сделала, да. Я прям изучила все, как, что мне нужно было делать. Вот. Ну, я бы справлялась. Может быть, на те моменты, когда я к тебе обращалась, там мне приходилось бы самой какие-то искать ответы, да, там. Ага, Света, что вы мне сейчас делаете? Я вот тут на детской площадке. Да, решение у них стандартной ситуации. Да, и это просто вот... Там просто раз и есть учитель, такой, знаешь, звонок спасения 911. Да, и вот это мне, конечно, очень тогда и помогло. Я этому раз научилась, теперь я уже не беспокою учителя по этому поводу, потому что я знаю, как мне там вырулить. Вот. И... Ну... Надо, конечно, с эмоциональными качелями немножечко так сказать, что непростой сейчас период в семье. И вот этот вот период, конечно, на эмоциях, на... Как сказать? Больше эмоционально вот так вот просто устаешь. Думаешь... Что тебе помогло? Я не хотела кушать. Я... Хотя надо было прийти там. И полдник надо было, и ужин надо было. И я говорила тебе уже, да, что я пропускала полдник, потому что из-за этих всех каких-то эмоциональных качелей у меня не было желания ни есть, ни вставать даже, ни шевелиться, да, там, ну вот прям вот... Почему не бросила? Вот как ты с этим справилась? Смысл это были, что сейчас не время, сейчас есть более важные какие-то дела? Потому что... Что тебя остановило? Поплакала. Вообще плакать, это очень полезно. Я поплакала, отвлеклась. Потом чем-то... Детьми в основном, да, или каким-то разговором с близкими. Внутри себя у меня вот это вот зерно положено, которое растет. Вот это вот семечко, которое я посадила, когда пришла и позвонила тебе, когда эта точка X случилась. И вот эта вот семечка, она растет внутри меня, таким становится гигантским стволом, и меня это вот вытаскивает с этих вот ситуаций. Я бы сказала, что твоя семечка сейчас, знаешь, как прорастающий такой вот через асфальт просто. Да, через асфальт. Точек просто, который пробивается через самая сложная жизненная ситуация. Каждый худеющий проходит этап сопротивления. Вот каждый. У всех это на разных этапах. У кого-то на третью неделю, у кого-то на вторую, у кого-то через месяц. У тебя этот этап сопротивления был? Да. Был, когда не хотела готовить. Вот просто не хотелось мне ничего делать. Но это, опять же говорю, это вот эмоции какие-то. Или нехватка времени тоже. Было так, что, блин, в запаре ты просто уже, аа, ты прибегаешь домой, там, с той же детской площадки, с детьми. Я не голодная, и сама голодная. Ладно, себе я там организую. Но они такое, может, не захотят, да, то есть. И вот это вот, думаешь, да ладно, сейчас поем, что попало. Потом начинаешь себя ловить на мысли, так, что попало. Знаешь, внутри... Куда вошла? Внутри меня... Вот ты говоришь про учителя, да, какой ты учитель. У меня внутри такой учитель, который меня постоянно держит вот так. Поэтому приходится еще смягчать того учителя. Да. Тихо-тихо, все нормально, она... Ты меня еще и успокаиваешь. Косячишь, все хорошо. Да, действительно, так и было, когда ты мне сама говорила, что все нормально. А у меня внутри, что я прям вот, прям вот что-то я сверхъестественное сделала, когда выпила тогда бокальчик, два вина. А потом поподробнее. Сейчас расскажу. Вот. И поэтому внутри меня прям такой жесткий человек сидит, который не дает мне расслабиться. Мы все, конечно, разные, но вот я про себя. Поэтому тогда, когда ты мне смягчила, сказала, что все нормально, продолжай. И не ругай себя, и зачем ты себя ругаешь. Все, все. Это бывает с каждым человеком, да, там идем дальше. Про два бокала вина. Про два бокала вина. Да. Тогда тоже это были эмоциональные качели. Это были разговоры в семье такие вот. Обычные рядовые сложности. Сложности в семье. В каждой семье все бывает. Вот. И немножко недопонимания случилось. И как бы я же вспомнила, чем я раньше расслаблялась. Думаю, что это мне поможет пережить этот вечер. Включила сериал. Но это был не сериал, это была передача, которую я очень люблю. И вот я ее включила, значит, в просмотре. Налила себе. Я же так, ты знаешь, я так шла к этой бутылке. Странно. Я же говорила, что у меня алкоголь дома есть. То есть я стоит и стоит. Я себе его не запретила. Я сказала, что мне просто сейчас не надо. И тут раз, и там что-то где-то подключилась. А сегодня надо. Ладно, я взяла эту бутылку и так налила себе полбокала. Развела водой. Думаю, ну, я же понимаю, что нельзя. Ну, ладно, ну, водичка развела себе. Сижу, ну, вот выпила полбокала с водой. Потом сижу, думаю, ну, что-то у меня это еще нехорошо. И еще пошла себе полбокала навела. Но единственное, что я себя сдержала, сконтролировала на еде. Ну, в принципе, мне тогда и есть-то и не хотелось. У меня просто было, когда эмоции зашкаливают, нам не до еды. Хочется просто расслабиться. И все. Ну, ну, не знаю, как сейчас. Я потом начала себя жутко ругать. Вот прям ругать. Утром вообще прям. Да даже я пошла уже спать, так я думаю, ну, нафига я это сделала? И че? Че это? Че? Че произошло-то? А мы не решились. Оно же все осталось. Да. Просто когда идешь и думаешь, вот дурная, зачем? Ну и че? Че к чему? Ну, может быть, да. Это мне надо было тоже пройти, наверное. Да. Поэтому так случилось. А срывы это абсолютно нормально. 80% людей срываются. Вот пока идут, снижают вес, они срываются. Кто-то на сладкое, кто-то на алкоголь, кто-то на соленое, кто-то на жирное. Это нормально. И вопрос только самый главный в том, чтобы перестать себя, первое, ругать. Второе, естественно, наказывать. Потому что кто-то идет, отрабатывает на тренировке или голодает. Или кто-то даже делает клизму. То есть, понимаешь, настолько люди себя пытаются наказать и как будто реабилитироваться перед самим собой. Что я сейчас отработаю. А на самом деле важно научиться быстро после этого подниматься. Знаешь, как я всегда говорю нашим девчонкам, что представьте, что мы маленькие дети, которые ползали и которые учатся ходить. И пока мы научимся ходить, вспомнишь, сколько раз дети падали. Разбивали льбы, там, не знаю, сносили просто все углы. Да, и тем не менее, мы же не махнули рукой, не сказали, ну, мне не дано. Да. Да, мне не дано. Я все равно научилась ходить. Мы все ходим на двух. Просто научиться быстро вставать, отряхнуться и сделать анализ, почему так произошло. Анализ обязательно. Да, что было предшественником и неужели это сейчас мне как-то дало. Значит, по поводу, собственно, срывов, да, все это нормально. Поэтому я всегда всех успокаиваю, не ругаю. Да, говорю о том, что мы учимся выходить из этого быстро, максимально экологично, правильно и не ругать себя. Все. Это самое главное. Чем быстрее мы из этого выйдем, тем лучше. Потому что у многих проблема срыва в том, что срыв переходит в рецидив. И тогда срыв продолжается несколько дней, у кого-то неделю, у кого-то месяц. Так, у меня еще есть несколько вопросов, которые задались тебе сегодня подписчики. Насколько дороже или дешевле стало твое питание с похудением? Ну, не намного дороже, что и было. Просто теперь это... Его чуть-чуть больше стало, чем у меня раньше было. Но это... Не говорю о том, что это дороже стало. Это те же самые, в принципе, продукты. И вообще нужно себе позволять и рыбу кушать, и не отказываться от нее. Те, кто едят рыбу, они так думают, ой, она дорогая, я, наверное, ее не буду брать. А почему ты не будешь ее брать, если ты сейчас живешь? И когда-нибудь, когда ты ее захочешь купить, она, может, уже тебе не нужна будет. То есть у тебя разнообразное питание, и это не сказалось на бюджете. Я бы не сказала, что это прям сказалось на бюджете. Нет, чуть больше стала кушать, это и все. Как и где найти мотивацию для снижения веса? Это вопрос от Ирины. Как и где? Да. Смотреть нас. Смотреть на людей, которые худеют, которые преображаются. И ловите здесь мотивацию. Посмотрите на себя в зеркало, поговорите сами с собой. Потому что там все ответы есть, и там уже и мотивация. На самом деле ты права. Потому что когда мы смотрим на людей, знаешь, как есть такое правило? Когда ты хочешь что-то изменить в жизни, ты должен следить. Или находиться в поле, но это можно тоже следить, того человека, у которого уже есть какой-то результат в этом. То есть ты от него будешь черпать мотивацию, ты будешь брать его стратегии работы, планы, и ты просто-напросто их потом адаптируешь под себя и действуешь. То есть действительно все верно. Смотрите наши видео и все, и мотивируйтесь. Так, про сладкое. Не знаю, что именно, но вот спросили про сладкое. Что ты скажи про сладкое? Ну, десертов тебе хватает, которые у нас есть вот ппшные? Или вот хочешь ты что-нибудь? Дети-то едят сладкое обычное. Ты знаешь, я сейчас заметила, у меня дети стали меньше есть сладкое. Они, ну, во-первых, как вот раньше такое, ну, йогурты, да, остались у них все равно. Я, йогурты сладкие. Себе я покупаю обычный йогурт. Вот это вот варенице есть такое без сахара тоже. Или можно его сделать тоже на сахарзаме, и поэтому я его просто добавляю в обычный йогурт и покушала, да, вкусно. Банан очень классный. Сегодня я завтракала банановыми панкейками. Во-первых, сладко. Зачем куда там еще сладко? То есть и кофе без сахара, он тоже очень вкусный стал. И также чай без сахара теперь тоже очень. Аня, ты не могла кофе без сахара выйти. Я, для меня, у меня даже эта мысль в голову не помещалась, что можно кофе без сахара. Вот, одна ложка всегда или две должно было быть. А сейчас это все, это дело привычки. Это нужно просто эту привычку поменять, перевернуть, попробовать хотя бы. Потому что, знаешь, знаешь, говорят, с глаз домой, с сердца вон. Поэтому на самом деле ослабевает любовь. Да, когда мы не видим, не пробуем, не едим, да, постепенно вот эта вот тяга к сладкому, она снижается. Главное потом не начинать. Вот. Аня, дети и нервы не препятствуют похудению? Должна быть четкая цель внутри человека. Что ты делаешь, для чего ты делаешь и как ты делаешь. Дети, дети, это прекрасно, что они есть. И ты детей можешь научить тому, что ты делаешь. Да, вот сейчас я хотела сказать, да, сладкое. А я перестала есть сладкое. И дети стали меньше кушать сладкого. И это просто, они же от нас все питают. Они все как губки. Все, что мы делаем, они видят и повторяют. Как те обезьянки. Поэтому, если мама убрала это, и сейчас мама пьет не вино, как они раньше говорили, мам, ты вино пьешь? Сейчас я пью и им такое же наливаю, да, как вот у меня с этими замороженными ягодками, с какими-то, конечно. И у них формируется совсем другая картина. Да, да, что мама не бухает. Да, когда к тебе броют гости, тебе необязательно пить алкоголь. Да. Нормально пить просто воду, проводить время, да? Да, да. И поэтому я считаю, что моменты воспитания детей всегда сложные. Это, у меня их трое, да, у меня подросток 15 лет, среднему ребенку 6 и маленькому 4. Это разные возраста, это разные подходы, это, конечно, нужно чувствовать их. И, ну, любить, самое главное, отдавать любовь. Семья поддерживает тебя в похудении? Дети очень хорошо поддерживают. Дети очень хорошо поддерживают. Они даже иногда, было дело, съедали мою еду. Давайте поддержим маму, съедим ее обед. Так вкусно, говорят. Нет, а я думаю, ну, значит, все вкусно, у меня детки все срубали. Быстренько пожла себе салатик, она мешала, благо мясо. Но я говорю, это подготовка, это тоже очень большой такой момент. Ты делаешь это не для кого-то, ты делаешь это для себя. Если ты себя любишь, ты это сделаешь. Почему вот люди делают для кого-то больше, чем для себя? Я это сейчас прорабатываю внутри себя и говорю, что нет, я должна быть на первом месте. Ну, вот у тебя, кстати, очень большой прорыв в этом, потому что у тебя как раз два месяца назад картина была перевернута. Абсолютно другая. Все было для всех. Я очень изменилась. А сейчас я прям слышу и много. Вот слышите, да, как она говорит с вами, я для себя, это для меня, я себя выгуливаю, я себя кормлю, я для себя, это мне. А в первых видео Аня говорила, я детям, я мужу, я клиентам, я всем, вот всему миру, кроме себя. Это очень прям классно. Ты знаешь, сейчас и мир по-другому ко мне относится. Когда я стала больше себе, а не, как говорится, в массу, я не перестаю любить людей, и все равно отдача тоже есть, но все-таки себя надо ставить на первое место. Это успех, залог успеха. И пока человек не осознает этого, ну, навряд ли будет так прям хорошо получаться. Потому что для себя сварить ту же курочку вечером, да, чтобы она у тебя на завтра была, или разморозить рыбу, съездить ее купить и разморозить, да, то есть, ну, вот, чтобы у тебя какие-то заготовочки уже были на следующий день. Мало ли, как он пойдет этот день, вот. Ну, с тобой, каждое следующее видео все смешнее просто. Потом это последнее, там, 20-е, 40-е видео будет вкусных стендапсов. Просто, да. Кайфанули. Что очень интересно, что люди, которые себя любят, они это так транслируют невербально, что их любят все вокруг. Вот, наверное, ты замечала. Да, блогеры, пожалуйста. Вот ты смотришь, да, и вот прям ты в него влюбляешься. Потому что у него эта любовь идет к себе, и она вот прям сильно видна. И то же самое происходит с людьми, которые себя не любят. Они к ним также относятся часто окружение. Хотя они пытаются заслужить любовь других чем-то, действием, заботой, еще чем-то, но это так не работает. Это работает именно так, что когда ты полюбишь себя, тогда тебя полюбят все вокруг. И вот это вот прям, это очень классно, точно, о чем ты говоришь. Да, и это просто нужно понять. Не то, что ты себя там на пьедестал какой-то ставишь, да, и там корону одеваешь. Нет, я не в этом, не в этом смысле. А про то, что ты о себе заботиться начинаешь. Вовремя спать себя положишь, да, уберешь телефон подальше. Ну, причем, кстати, телефон, он как и помогает, так и вредит. Потому что, если, например, отвлечься от этого бокала вина, помогает, телефон пошел, там лег, да, с телефоном что-то там посидел, погуглил, окей. А потом нужно, главное, вовремя его убрать, чтобы сон-то не нарушить, правильно? Здесь вот такой вот опасный момент. А в следующий раз уже сделаем этот, на листочках, да, сделаем второй, окровку. А то у меня мама ела, короче, как я говорю, слушай, я курю, пока не знаю, уже, все, можно, конечно, мы тебя сделаем, я вообще поздно. И считали. Так, вообще, я представляю, что это не исходило. Уже сходится аж вот так, а оно вот так не сходило. Ага, все. Капшкай. Почему-то так погоняла тебя. На этом разговор с Аней закончен. Ставьте лайк, если вам было полезно. Или просто хотите поддержать ее. А я обещала вам дать рекомендации по физической активности. Так что в следующей серии только об этом. До встречи. С вами был Игорь Негода.